В дни открытых дверей институт третьего возраста проводит регулярно. Основная цель продемонстрировать свои возможности и рассказать о направлениях деятельности. Последних, к слову, восемь. Среди них и эстетическое творчество, и физическая активность, и историко-краеведческое направление, и изучение иностранных языков, а также компьютерной грамотности. На сегодняшний день наш институт посещает 544 человека, и мы рассчитываем, что в дальнейшем это будет столько же людей, еще и больше. Поэтому сегодняшнее мероприятие мы проводим для того, чтобы информировать как можно больше граждан, проживающих в городе Бресте, о том, что есть такое учреждение, которое поможет содействовать здоровому образу жизни населения, достигшего пенсионного возраста, а также популяризации услуг, предоставляемых территориальным центром. Институт третьего возраста – инициатива полезная, уверены те, кто уже нашел себе здесь занятие по душе. Я считаю, что каждому человеку, вышедшему на пенсию, необходимо именно, поскольку он становится свободен, воплощать свои мечты. Кто-то, может быть, мечтал фотографировать, кто-то рисовать, кто-то вязать. И как раз сейчас вот все возможности для этого. Помимо единой общей презентации деятельности института, в рамках Дня открытых дверей была организована специальная выставка. Ее экспоненты – представители кружков и секций. Желающие могли узнать более подробную информацию о том, как проходят занятия из первых уст. Активный интерес брещане проявили, к примеру, к историческому направлению. Само слово «понятие истоки» уже о многом говорит, поэтому, собственно, изучаем истоки наши, откуда есть пошла земля Берестейская. Вот так, если сказать в двух словах. Учебный год в институте в настоящее время подходит к концу. Скоро он, как и другие учебные заведения, уйдет на каникулы. Но обещают вернуться совсем скоро. Запись на следующий год начнется уже в августе. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...